всем привет снимаю видео сначала до обслуживания прошла неделя вот такая пленка концу недели образуется сильно забивается губка течение на поверхности практически нет но тем не менее даже есть губка сильно забита то все равно течение через через рюкзачок есть и как бы газ не приводит каким-то последствием для живности в этом плане все хорошо ринек вообще супер это вообще балдеж тут я такого никогда не был на нейтральном всем учетом что здесь я вообще ничего не делаю ради того чтобы она была такой но это просто не передать словами то же самое касается бонсай то же самое ничего не делаешь как бы и она просто растет вообще шикарно сниму сейчас аквариум наверно со всех сторон чтобы как бы иметь получше представление кстати обратите внимание корни у роталы и у ринеки разница то же самое здесь вот от ставрагина идут корни хорошие но от лобелии не такие уж прям но тоже в сравнении с роталой гораздо больше так выглядит аквариум сзади тут конечно интересно ротала да она немножко начинает терять низы тем меньше света доходит но это принципе не сюрприз конечно но тем не менее листопада нет как такового то есть тут нет вот прям голых веток каких-то видать как то питание все таки она сказывается корневое а по поводу жука в общем наблюдал эту всю неделю еще двух штук поймал в отдельную банку посадил закинул туда ему роталу чем ничего не не едят просто совпадение оказалось как бы поспешные выводы такие сделал просто увидел естественно изъеденные дырки катушки до этого ничего не грызли увидел жука подумал что ну за войска такая блоха маленькая как она может такие дырки делать но в итоге короче эти блохи я не знаю не нашел в интернете кто это такие я фотографировал не знаю что это такая заживность в общем еще под вопросом все таки но кто-то до сих пор объедает бонсай причем объедает обычно самые свежие листья я предположил что что все таки это катушки и убрал отсюда штук восемь-десять самых больших я просто думаю что им просто есть нечего стало и возможно они ну точнее питание гораздо меньше стало чем раньше потому что обрастания нет практически они такие слоны выросли видать может быть о них как-то подгрызают но здесь вот наблюдаются всякие изъеденные листья но это явно не растворение самой бонсай самой по себе это вот кто-то и грызет и причем он грызет именно свежие листья только вот макушка появляется и но потом это не останавливает саму ветку нового просто эстетика мешает сейчас буду обрезать ее подстригать роталу green буду подстригать еще замечаю как будто нехватку по питанию вот у кардиналис появились желтые такие точки хэлфери никак вот вот ну никак он не хочет уже надо решать этот начинать вопрос потому что он и сильно замедлился в росте и белые листья ну вообще как бы белые листья с с достаточным питанием или с передозом я никак связывать не могу а вот с недостатком скорее и и у ставрагина ну ставрагин на видео наверное будет зеленый зеленый прям но у него есть характерные такие правда они пока еле заметны и как бы но если не не желтые так более светлые так скажем пятна обычно это когда прям нехватка у него то это желтые пятна ногу кто выращивал ставрагин он знает как это себя травина может вести перестались никто тут хорошо поднимается вот кстати говоря то ситуация с ним когда водоросли его не подушивают у него нижние листья все отлично сохраняются ну пока вот он наверное диаметре маловато мне кажется должен быть побольше я вот не помню вообще должен быть должен быть тут но его просто затеняют сейчас сатал начинает тут затенять и сейчас буду стричь и вот уже надо будет на следующей неделе тогда смотреть как он будет расти его тоже надо уплотнить то что там есть куда уплотнять потом что еще из интересного хочу отметить вот что такое свет когда он не накрывает полностью аквариум это я наблюдаю сейчас на чехиросе потом я наблюдал то же самое на бимсе вот у меня бимс не накрывал аквариум тогда аквариум был 90 сантиметров в бимс там по моему не соврать бы что-то порядка 60 сантиметров что ли он ну короче сантиметров то ли 14 то ли 17 он не накрывал по краям и когда трава растет низко то еще это незаметно то есть получается засвет проходит примерно вот так как-то может тут какие-то искажения есть и трава то есть вот что здесь что здесь она ну так вот маленькая маленькая разница по росту есть по скорости росту по цвету а когда вот трава уже поднимается повыше вот здесь сейчас пора то ли это видно вот здесь вот так вот можно было провести линию вот это ротала гораздо плотнее растет и у нее мутовки побольше а здесь уже более редко и то есть вот если вы ставите светильник который не накрывает а тут получается как он мало того что получается он 45 сантиметров у него идиоды начинаются еще подальше и следовательно но здесь совсем меньше света и вот если нужно чтобы вот здесь была плотность это мне тогда надо досвечивать еще как-то здесь по бокам добавлять ну то есть получается с точки зрения чехироса если 45 сантиметров аквариума вы хотите плотные плотные роталы по бокам то нужно тоже светильник 45 если здесь просто раз будет расти какая-нибудь лобелия ну может быть даже ринек я не знаю тем более а ну бы по краям то 30 сантиметров хватает единственное что этот светильник будет работать естественно на большей мощности по процентам чем 45 сантиметров и следовательно диоды будут больше нагружены то есть больше греться и следовательно срок службы и деградация диодов будет другой то есть срок службы уменьшается деградации диодов собственно быстрее происходит вот что как бы хотелось сказать по поводу питания прочитал на сайте производителя он там как бы дает рекомендацию вот для уточнил этот момент что дозы вот там один миллилитр на 30 литров по моему что такое или на 25 литров это для среднего аквариума так скажем если аквариум имеет очень большую плотность а я думаю этот аквариум уже подходит под эту градацию что у него большая плотность а то дозу можно увеличивать увеличивать но нужно наблюдать за ростом растений и вот я пока не знаю я с одной стороны я бы хотел бы естественно просто такое как бы эксперимент иметь когда ты льешь одну дозу самого начала до того как собственно не придется перезапускать уже из-за того что стоил просто закончился его способности закончились но вот с хелфери ни в какую сторону не идет и я просто думаю что это именно нехватка по питанию а почему нехватка именно у него возможно он здесь как-то по свету более требовательные чем ставрогин но тем не менее растет медленнее не такой хватки может быть как ротала и ротала его объедает просто мне сложилось впечатление что я вот когда роталу подстриг что он немножко окрас начал набирать как только она начинает расти и вот это вот ротала еще больше становится он опять начинает белеть вот сегодня я подстригу ее то есть это еще не так разогнал но в любом случае эту подстригу как бы 1 1 1 ртом на какое-то время станет меньше и вот посмотрю и банса еще подстригу будет ли он зеленеть если он будет зеленеть значит ему реально питание не хватает и просто нужно увеличивать дозировку но честно скажу это вот прям не хочется делать потому что ну больно вот прям все хорошо идет и наверное в таких ситуациях вообще проще как бы пойти путем избавления просто от хелфери в тепличку посадить там до лучших времен ставрогином тут засадите все то есть он как бы растет растет но с другой стороны хочется чтобы эта травина росла то есть такой спортивный интерес поэтому не знаю буду думать что в этом плане делать и по поводу света еще вернусь вот еще хороший наглядный пример вот свет света вот здесь меньше и следовательно мутовки гораздо медленнее развиваются чем здесь вот эти прям большие это не те которые были срезаны вот они новые появились за неделю на росли нет это те которые уже были и вышли из гуще но тут есть и такие которые только образовались и их плотность больше и плотность больше и растут они быстрее ну и в целом даже по красу когда она поднимается вот вот в этой части ротала будет меньше окрашена то есть в этой лучше вот что как бы может быть кому-то поможет при выборе светильника до производитель пишет что 30 сантиметров хватит на 45 сантиметров аквариум и в принципе как бы это все равно неплохо очень хороший результат тут как бы сильно претензий к свету и не предъявишь но если прям хочется вот этот вот уже тюнинг до конца сделать чтобы обязательно по краям здесь и здесь все так же было плотно как и здесь то света надо больше по краям более равномерный свет и в этом плане даже вот андрюха мне сравнение приводил у него было два чхироса по 60 сантиметров на аквариум 60 сантиметров и то есть у него получается равномерный такой свет был он потом vivid поставил и говорит вот эти вот тени получается он же там сколько 45 сантиметров до вида вот и получается мощность вроде большего вида но засветы хуже происходит по менее равномерный свет центр прожигает а по бокам меньше и вот ему это меньше понравилось то есть вот как то так ну ладно будут делать уборку и там еще сниму немножко как это будет выглядеть ну вот закончил обслуживание что кстати забыл сказать по поводу ротала интересная ротала green где-то набирает силу после стрижки две недели а вот это ротала который я называю колоратой где-то вот уже через неделю она прям пошла в рост очень хорошо подстриг бонсай решил ее ниже сделать и надеюсь она будет более плотно расти уже пока тем более green будет очухиваться бонсай пойдет вверх перестолистник уплотнил ну так там 2 2 ветки ринеки так в итоге вот 30 литров аквариум ротала и не знаю веток 100 может больше боялся тогда что бонсай расти не будет башка у нее отвалилась тогда вон сколько девать некуда тоже наверное веток 20 есть их некуда девать вот почистил замочил губку в лимонной кислоте чтобы она прочистилась от вьетнамки ну как бы она образуется на ней главное по аквариуму не идет сразу фильтр хорошо заработал все пленку ушла пока я руками туда-сюда вот в общем такое состояние на конец этой недели всем пока